Всем доброе утро! Такое необычное начало влога. Я прибежала с улицы, что-то мне не нравится, как мне на голове сегодня. Мою руки, сейчас что-то покушаю и пойду на почту отправлять посылки. Подписалась в фейсбуке на группу, там, где отдают бесплатно вещи. Написала мне там две барышни, сейчас я им буду отправлять. Одна, представляете, пишет мне, я думала за ваш счет пересылка. Я говорю, вообще-то в группе написано условие, что типа пересылка только за счет того человека, который получает эти вещи бесплатно. Ну, условие в том, что я отправляю бесплатно, вот, а человек, который получает, он за свой счет оплачивает пересылку. Меня так это возмутило, хотят бесплатно получить вещи еще и, тем более, этом куртку вообще она, я ее не выставляла даже, она попросила, говорит, у вас нету, и я свою куртку почти новую, я ее не носила даже, там, может, раза три одела, я ей отдаю бесплатно, взрослую куртку, и она еще пересылку хочет, чтобы я ей оплатила. Ну, короче, отправляю сегодня три куртки и одну рубашку, вот, чему несказанно рада. Надеюсь, кто-то еще что-то напишет и попросит у меня. Вот, и, может быть, кто-то смотрит меня из многодетных семей, именно у кого вот очень-очень много детей, ну, там, пять, да, детей разного возраста и разного девочки-мальчики, вот, поэтому можете мне написать, и я вам могу отправить тоже вещи, в принципе. Вот, может, это в Киеве, так я могу и завести бесплатно. Вот. Вот. Такие дела, потому что вещи, конечно, сейчас дорогие, и бесплатно нигде их не возьмешь, если честно. Просто вот так именно бесплатно, чтобы вообще полностью, вот, ну, хотя бы доставку, да, там, пересылку оплатить. Все, буду сейчас завтракать, вот, и буду собираться на почту идти, потом мне надо в Антошку зайти, купить Виталинки там кое-что, ну, посмотреть, по крайней мере, есть там это или нет. Вот, и вчера не были в школе, сегодня пришлось очень рано бежать, потому что, чтобы учительница не посадила на наше место никого другого. У нас учительница, если ты не был один день, или ты опоздал, то садит на твое место другого ребенка, и ты уже не имеешь права сесть на свое место. Вот. А у меня Виталинка должна сидеть на первой парте. Она ее садит тогда на третью и туда дальше. Вот. Короче, вот так вот. Все нервно, нервно, знаете, все вот из-за учителя. Просто с утра бежали, чтобы никто не занял место. Так, все, буду завтракать, и пойду понесу куртки на почту. Как всегда, пришла с магазина, жара, и класс вообще. Чтобы все время было. Если бы зима у нас была очень теплая, еще можно пиджачок не снимать. Покажу вам быстро покупочки. И, ой, у меня нету сидеть на чем. А, не буду вам что-то показывать. Так. Ах, кто это пришел? Так, купила я вот такую вот волю куриную. По 48 гривен сейчас скидка у нас. Тут 1,416 гривен. Сверю супчик, бульончик. И, наверное, отваривать буду. Весь селедочки взяла. Хочу приготовить селедку. Хе. Давно рецепт этот присмотрела. Хочу приготовить. Так, дальше. Дальше на день рождения Виталинки. Класс. Я набрала вот таких 25 джусиков. Это клубника, ваниль. Не знаю, почему эти джусики перестали выпускаться. Раньше они были с разными вкусами. Неизвращенными, знаете. А сейчас шоколад, клубника, ваниль. Короче, всякая ерунда. Ну, короче, взяла. По 2,60 они самые дешевые, дешевле, чем в Ашане. Вот. 25 штук взяла. Взяла 2 коробки вот таких конфет. Решен с молочным шоколадом. Потому что они были по скидке по 38 гривен. Если старшие захотят, забрать завтра. Поздравить с Днем Учителя, Учителей. Такую вот приправку взяла. Перец чесноковый. По скидке 10 гривен. И взяла сыр. Кантри. Новгород-Северский. Он тоже был по скидке по 148 гривен. Прервалась камера. Веталинки в понедельник, день рождения. Я говорила, нет. Лерков 9 штук. Открывай, на, хочешь. Так, сыр показала. Взяла сыну вот такой дейзи. По-моему, я уже как-то покупала. 226 гривен. Очень классный, свежий запах у него. Вот. Он как в духе можно пользоваться. Он без, без этого, без салька. И еще взяла по скидке. Почти разобрали. Вот такой камамбер немецкий. 230 гривен. Вот. И вот такой вот капресси. Польский, по-моему, да. Польский с орехами. Был обычный сливочный. Я ездила с орехами попробовать. Люблю всякие сыры. Нету такой? Хотела, да, такой? Тут два чубарика пока. Ну. Я иду в магазин сейчас. В Антошку пойду. И в Детский мир, по-моему, просто тут на набережной. Короче, мне надо Виталине полей купить. Куколка такая маленькая в коробочке. Вот. Пойду сейчас выбирать. Вот. Так что. Иду на набережку. Вот. Какая гадость водится. Видите, подъездим. Это кто-то раздавил. Типа сверчок. Типа сверчок с тараканом. Помню. Что-то типа этого. Я уже приготовила баклажаны. Какие, как в прошлый раз готовила. Вот. Короче, мы уже два ведра, я считаю, одна съела. Вот. Я вам показывала. С овощами. Сейчас достану, покажу вам. Вот. Пока в этот раз у меня зеленый перчик. Оно даже красивее получилось. Красные помидоры. Зеленый перец. Зелень. Красный лук. Белый лук я добавила. Баклажаны. Рецепт я снимала. В предыдущих блогах. Таких вот два ведерка сделала еще. Наверное, я еще сделаю. Посмотрю. Сейчас я варю баклажаны напополам. В кастрюле. Я сейчас буду делать заморозку на зиму. Сейчас я вам покажу. Вот так вот напополам я варю в кастрюльке баклажаны. И когда они станут мягенькие, я их откину на друшляк. Положу потом каждый отдельно на досточку. Вышкребу сердцевинку. Вот эту мягкую. Кожицу выкину. А сердцевинку я проблю ножом. Что можно делать из этой мякоти? Значит, эту мякоти я заморожу. Из этой мякоти можно делать такой салат. Я не знаю. Ну, у меня корни родом из Херсона. Я вообще киевлянка, конечно, коренная. Но моя бабушка родилась в Херсоне. И, ну, чуть-чуть тетя была живая, когда. Короче, в Херсоне есть такой... Не пойму, сколько времени? Секунду. В Херсоне есть такой салат. Называется сырая икра. Когда вот это... Ну, он делался раньше тяжелее, сложнее. Я упростила этот вариант. Отваривались баклажаны целиком. Или запекались. Потом они разрезались напополам. Ложились на одну досточку. Сверху другая досточка. И чем-то тяжелым сверху. То есть подгнет. И потом вот эта вот кашица вся вычищалась. Я сделала проще. Не нужен этот гнет. Я просто откидываю на дуршляк. Стекает вода. И потом ложечкой вычищаю. И рублю эту мякоть. Что делается дальше с этой мякотью? Добавляется туда сырой лук. Сырые помидоры. Сырой болгарский перец. Да. Все. Уксус. Соль. Сахар по вкусу. И чесночок. Все. Вот это такая сырая икра получается. Такой рецепт. Я это очень часто делаю летом. Это очень вкусный салат. Второе блюдо, которое можно сделать с этих баклажан. Смотрите, какой я вчера сыр купила. Я вам показывала с орехами. Он сладкий оказался. Вот такой внутри. Короче, он как жирная творожная масса. Так со сливками, знаете, взбитая. И с грецким орехом. Очень вкусно с блинчиками. Второй сыр. Там такой же продается без добавок. Он соленый. Я прочитала. Он просто сливочный называется. Короче, второй рецепт с баклажаном. Что можно делать? Второй рецепт. Это просто вот эту мякоть. Короче, это получается почти то же самое, что вот мы жарим кружочками и наносим майонез с чесноком. Да, сверху. Это получается то же самое. Только эту мякоть вы смешиваете с майонезом. В моем случае я сметану добавляю. И с чесноком. Вот. И хотите, мажьте на хлеб. Хотите, ешьте так. Хотите к мясу, как хотите. Это, кстати, я недавно узнала, что оказывается это еврейское блюдо. Хотя это блюдо непосредственно я придумала сама. Когда мы жили в Крыму на море. Когда раньше ездили в Крым. Я, чтобы не жарить баклажаны. Вот. Кстати, да. Это можно еще по-другому делать. Чтобы не жарить кружочками. Я чистила от кожуры. Быстро чистилкой. Вот такой вот. Их резала кружочками. На подсолнечное масло. На сковородку. Под крышку. Они там тушились. Разваривались. Вот. И туда я добавляла чеснок и сметану. Либо майонез. Ну, кому что больше нравится. Вот. И получался этот салат. Ну, теперь я заморожу на зиму. Вот это все. Мякоть. Так она будет меньше места занимать. И еще у меня в планах пару кулечков заморозить. Кружочки баклажанов я пожарю уже с маслом. Уже пожарю с маслом. И так, наверное, заморожу. Почему? Хотя можно еще, знаете что? Обжарить их и залить горячим подсолнечным маслом. Тоже идея. Тоже они в холодильнике будут храниться. Я хочу обжарить кружочки и заморозить для зимы. На какие-то праздники. Пожарил. Опять же с чесноком. Либо майонез, чеснок. Сверху кружочек помидора. Либо майонез, чеснок. Вернее, вместо майонеза можно чесночный салат сырный еще ложить на этот кружочек баклажана. Короче, идей валом. Баклажаны я очень люблю. Сейчас они очень дешевые. Но берите в магазине. Мой совет. На базаре дорого. Дорого. На базаре 15 ривен. В магазинах 10. 10. Даже 9 есть. Ашан. АТБ. Короче, ну не знаю, может какие-то города есть, где на базаре дешевле. Но помидоры у нас в АТБ по 9. Картошку мы взяли в магазине по 10. То есть в магазины все дешевле. Вот. Такие дела. Так, выключаюсь пока. Скоро мне за Виталинкой. А, и еще я селедку Хе готовлю первый раз. Сейчас я вот эту селедку залью 200 мл уксуса стакан. И она таким образом будет готовиться. А потом солью этот уксус и буду мариновать уже, добавлять туда морковку, лук по-моему. Ну, всякое такое. Все, я выключаюсь пока. Вот, буду продолжать готовить, потому что у меня много уборки на сегодня. Так, ну, приготовила я эту селедку Хе. Очень вкусно получилось. Очень прям рекомендую, рекомендую. Короче, слушайте рецепт. Рецепт я вам выставлю фотографию. Сюда вставлю. В видео. Вот. Но я изменила чуть-чуть его. Я там почитала комментарии, что, ну, разных людей, что они добавляют такую селедку. И сделала так. Значит, в рецепте тут лук и морковка только сырые. Я добавила и сырой лук. Вот красный, видите, и морковку порезала на корейской терке. И морковку, и лук обычный я поджарила не сильно. И добавила прижаренный тоже. Добавила кунжут. Полторы чайных ложки соли я добавила. И добавила чайную ложку сахара. В рецепте сахара нет. И только чайная ложка соли. Селедка заливается уксусом. Рецепт, кстати, с инстаграма. Селедка заливается уксусом 200 грамм. Я чуть меньше 150 налила. Вот, потому что у меня не 3 селедки, а 2. Ну, я так понимаю, главное, чтобы она в уксусе покрывалась уксусом. И полчаса селедка стоит. Селедка готовится в уксусе именно. Я давно хотела попробовать такой рецепт. Она на вкус прямо вот приготовленная. Она прямо во рту, знаете, тает. Вот, уксус приготовил ее. Ну, это, знаете, как таранку, да, солишь. Она же готовится в этой соли и сушится, да, потом. Ну, по сути дела, ее уже можно соленую кушать. Также и в уксусе. Я знаю, в Италии есть такое блюдо. Анчоусы, типа, или такая маленькая килечка. Ее тоже заливают уксусом на полчаса. Потом уксус сливают и все. Засыпают туда сахар, лук и масло добавляют и едят. Вот. Так что очень вкусный рецепт. Я вставлю прямо вот в фото. У меня скрин, скриншот сделанный. И я вставлю вам сюда в видео. Вот. Так что готовьте. Не бойтесь. Очень вкусно. Много получилось. Классно вообще. Я сейчас это все переложу в судочек. Вот. Скоро у меня будет новый холодильник. Я его забью полностью. Я наморожу. В морозилку там. Ну, сейчас смотрю. Сейчас у нас по 99 гривен свинина. Сельпо, да. Можно было бы наморозить. Печенка сейчас. Это свиная по 25 гривен. Можно было бы наморозить. По 40 чем-то гривен. Сейчас куриная печень. Тоже можно было бы наморозить. Так, 60 куриная. Да, так 48, по-моему, сейчас. Что еще там у нас по скидкам? Куриные ножки по 47 гривен, по-моему, голень. Потом вот баклажаны пора уморозить. Ну, короче, есть что замораживать. Мне там писали, зачем большая морозилка. Если можно все купить. Ничего этого зимой вы не купите. А если купить даже замороженное в магазине, оно все равно не такое вкусное, как то, что вы заморозите сами. Перцы мне надо заморозить для того, чтобы фаршировать потом зимой. Это очень круто, когда на новогодний стол или на какой-то праздник вы ставите эти перцы пахучие. Знаете, зимой все скучают за овощами. Короче, на этом видео заканчиваю, потому что о еде я могу говорить бесконечно. Вас всех люблю, целую. Смотрите мой новый влог. Всем пока. Пока-пока.